И из НР, Арлых, Аргистар. Мы мало хвастаемся в Хакасии, потому что боимся, что узнав о результатах работы главы, его обязательно захотят подсидеть или убрать, наказать, обокарать. Увы, как и везде. И среди вот этих страшных новостей, которые каждый час валятся, и про QR-коды, и про Украины, и про детские прививки, и про дефолт, крах и стресс, совершенно приятно слышать, что Коновалов спасает Хакасию от разрухи и ведет по пути активного развития. За три года есть чем поделиться и ответить на вопрос, нормально ли все. В России регионы тоже можно улучшать, ежедневно, если работать добросовестно, оказывается. Кстати, не забывайте подписаться на телеграм-канал официально. Валентина Коновалова. Все ссылочки будут в описании. Думаю, он будет вам рад. Потому что если вдруг заблокируют YouTube, оттуда он будет вам как-то вещать. Ну и обязательно тех, кто поддерживает народное движение, милости просим. Когда мы выбираем руководителя субъекта, то всегда надеемся, что с его приходом жизнь станет лучше, стабильнее и благополучнее. Но большинство жителей России последние десятилетия стали осознавать, что благополучие и стабильность – это всего лишь надежда, которой кормят людей долгие-долгие годы. Люди в стране выживают, а надежда с каждым годом становится призрачнее. Просто денег нет. Вам, государство, вообще в принципе ничего не должно. Нет, ну просто... Права мне качнуть. Я тоже вам сейчас могу качать. Я не качаю, я спрашиваю. В большинстве регионах правит партия власти и выборы зачастую проходят без законного голосования народа. У людей все больше и больше опускаются руки при попытке добиться справедливости. Но только не у жителей Хакасии, которые не захотели больше мириться с бесконечной разрухой, обнищанием родной республики с непосильным и быстро растущим внешним долгом, который как тяжелая ноша давит на спину каждого жителя республики. В 2018 году жители Хакасии пошли против системы и выбрали губернатора-коммуниста. И это был самый правильный шаг. Это наша общая борьба. И лично я буду делать все и впредь, чтобы каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти. Да, многим было страшно и непонятно. Практически каждый задавал себе вопросы, а что теперь будет? Москва не простит людям этот выбор? Жители находились в растерянности, опасались за будущее региона и за свое благополучие. Но выбор был сделан, несмотря на армию смешников, пропагандистов, рэперов и лжецов разных мастей. Первый год был просто как минное поле. Поток критики на Хакасию обрушивался ежедневно, со всех сторон. Молодому губернатору Валентину Коновалову пророчили отставку. Стабильно раз в месяц. СМИ писали всевозможные гадости, откровенно лгали, искажали факты и так далее. В республике больше года продолжалась настоящая информационная война. И отголоски ее на самом деле звучат все еще. Винобразование республики Хакасия нагрянули с проверкой и сняли копии с документов, которые могут стать уликами в деле о крупных махинациях местных властей. А тем не менее, результаты работы можно пощупать руками. Про них мало говорят, но они есть. Мне такой подход больше всего нравится. Когда не трубятся всех телевизоров, с каждого телефона, телеграм-канала, о том, какой молодец Коновалов, просто делается настоящая работа. И молва внутри региона хвалит работу власти самостоятельно. Давайте посмотрим результаты работы. Это несложно сделать. Для детей и педагогов в Хакасии создаются лучшие условия. Ведь, как казалось бы, сейчас модно разве заботиться об образовании ребятишек. Вообще там посидел, да там 10-15 лет, ушел, какая разница, кто там вырос в это поколение. Ну нет, только не в Хакасии. Несмотря на то, что Коновалов молодой и уж типа не должен заботиться о будущем, о всяких там внуках. Только за последний год построено 7 новых детских садиков. 5 из них уже работают. В том числе и большие детские сады на 120 мест, на 300 мест в разных городах и селах республики Хакасия. Все детские сады оборудованы новым, самым современным оборудованием, системами безопасности. За прошлый год введены в эксплуатацию 4 школы на 1000 мест в столице Вабакани, 2 школы на 250 обучающихся, в небольших селах Чапаева, Целинная и даже на 20 мест школа в селе Верхбазы. Казалось бы, можно просто закрыть эту Верхбазу, забыть про эту деревню, бросить, плюнуть, но только не в Хакасии. Это надо еще учитывать, что инфраструктура Коновалову досталась, словно послевоенная. Отремонтировано 28 спортивных школьных залов. В прошлом году только, в прошлом 11 залов. И это все в сельских школах. Майна, Оршаново, Бельтыры, Жемчужная, Усть-Бюрь, Большая Ерба, Ирбинская и многие другие. При этом на нынешний год, 2022, запланировано 11 школьных спортивных залов привести в порядок. Расскажите мне, где еще в России так заботятся о каких-то обычных деревенских мальчишках, девчонках в плане спорта. Да и не только спорта, образования. Но губернатор не должен заниматься стройкой, по кирпичикам складывать. Это создается благодаря нормальной работе команды и в общем выстроенной правильной системы. Новый учебный год начался для 74 тысяч школьников Хакасии. По сравнению с прошлым годом их стало больше на полторы тысячи, но увеличилось и число самих школ. Я могу вот вам сказать, друзья, что все больше и больше жителей Хакасии соглашаются с тем, что сделали совершенно правильный выбор. Готовы повторить его в следующий раз, если будет такая возможность. Несмотря на самую грязную, мерзкую и неприятную пропаганду, которая все эти годы лилась с экранов телевизоров и социальных сетей. Сколько миллионов потрачено на очернение образа? Лучше бы эти деньги пустили на строительство, да даже хотя бы на ремонт любой школы в гораздо больше пользы. Так что же произошло в Хакасии за последние годы? Вообще очень интересная работа на самом деле на федеральном и таком организационном уровне. То, что меня больше всего впечатляет. Потому что ладно построить по кирпичикам, взять деньги, нанять подрядчиков, в принципе задача не такая уж там прям сверх какая-то фантастическая. Важно организовать работу для того, чтобы бизнес и основные предприятия региона могли функционировать и развиваться дальше. И вот что сделано. Самое, наверное, важное это то, что о нас заговорили. И не просто заговорили, как о протестном регионе, а стали ставить в пример другим центрам России. Хакасия настолько быстро начала свое развитие, стала подниматься в рейтинге по различным направлениям с последних мест в десятке лучших. В федеральном центре стали прислушиваться, помогать и поддерживать. В общем-то, ау-у-у, Сибирь вообще стали слышать. Выяснилось десятка лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Адыгея, Хакасия, Свердловская область. Показывают стабильный рост показателей объема ввода и ввода на душу населения. Вот, например, важно. В прошлом году Хакасию задвинули на запасной путь с вывозом угля на восток. Ну, то есть здесь добывается основной производитель угля, это Хакасия. И здесь добывается этот самый уголь, и его запрещено было вывозить на восток. При том, мы находимся на востоке, куда еще? Куда вывозить-то отсюда? При этом, цена росла едва ли не ежедневно. Поэтому вся Россия хотела, конечно, вывезти уголь на восток и получить сверхприбыль. И РЖД, как госмонополист, кому-то давала зеленый свет, а Хакасии нет. Хакасия просто не могла продать уже добытый уголь. А бюджет терял колоссальные деньги. Еще правительство региона начало назолью востучать во все двери, звонить во все приемные страны, писать письма. Полгода не опускало эту проблему ни на секунду. И Валентин Коновалов добился того, чтобы республику заслушали на заседании правительства России. В итоге, тему дожали, и на уровне президента принято решение о приоритетном вывозе угля из Хакасии в 2022 году. Мы, конечно, не знаем, какие цены будут на востоке, но, по крайней мере, хакасские угольные предприятия продукцию свою продают, а бюджет получает деньги. Куда бы теперь уголь отправляли? А, когда Запад перекрыт, когда сегодня нам опять объявили запрет, фактически эмбарго на вывоз угля, там ограничили какую-то сумму назначили. В общем, западные наши санкции делают. Кому бы мы отправляли? Пингвином? На север? А это Сибирь. Мы богаты угольными запасами. И в Хакасии трагедии по добыче угля я что-то не очень примечу. Весьма профессионально организовано производство. А в сентябре прошлого года градообразующее металлургическое предприятие в Сорске едва не встало. Из-за повышения таможенных пошлин на ферм Малибден. Это основное предприятие в городе и правительство Хакасии совместно с представителями в Совете Федерации, депутатами, обосновало и добилось тогда отмены таможенных пошлин. А сейчас принято решение отменить налог на добычу полезных ископаемых, в том числе Малибденовых руд. И это решение продолжения работы правительства Хакасии с федеральным центром. Не билось бы правительство за Сорск, сейчас бы имели законсервированное производство. Город остался бы в депрессии. Также правительство Хакасии доказало федеральному центру, что проблема экологии в регионе стоит очень острой. Благодаря настойчивости и слаженной работе республику включили программу «Чистый воздух». Еще три года назад жители могли об этом только мечтать. Хакасия по итогам 2021 года вошла в топ-35 устойчиво развивающихся регионов России. Республика на 11 месте. В первом полугодии были на 36. Также Хакасия активно развивает сельское хозяйство, овцеводство. Республика практически полностью обеспечивает себя строительными материалами. По строительству и сдаче и эксплуатации жилья Хакасия также в лидерах среди Сибири. Что касается поддержки людей, все социальные выплаты жители Хакасии получают и получали на протяжении работы Валентина Коновалова вовремя. Все уже забыли о задержках зарплаты, пособий. Все, что выплачивается из республиканского бюджета, все доходит до граждан тогда, когда это необходимо. В Хакасии наблюдается заметное снижение уровня преступности. Третий год правительство Хакасии ведет комплексную работу как по информационному продвижению региона, так и по налаживанию партнерских связей с ключевыми игроками туристического рынка. О Хакасии заговорили как о регионе с огромным туристическим потенциалом и республика активно развивается в этом направлении. Можно много перечислять достижений за эти годы. Много еще предстоит работы. Если сравнивать какая республика досталась Валентину Коновалову и какая работа проводится сейчас, то можно даже не поверить сразу, что это вообще у нас в России. А все просто. Главное ведь желание работать. Умение расставлять верные приоритеты и грамотно распределять ресурсы. И конечно контроль. Строжайший контроль за каждым руководителем. За каждой бюджетной копейкой. Короче, много красивых слов говорю. В общем никто не ворует. Просто работают день и ночь. Проходишь мимо правительства и видишь ключ. Свет в окнах. Люди что-то там делают. Смотришь, дороги ремонтируются. Фасады делаются. Дворы убираются. Какие-то дорожки посыпаются. Понятно, что еще очень много предстоит сделать молодому и уже вполне опытному губернатору Валентину Коновалову для решения задач Хакасии. И мы точно знаем, он все это сделает. Доведет начатое до конца, вытащит республику из долговой ямы и продолжит путь развития региона. Ведь этот человек настоящий патриот, настоящий коммунист и настоящий руководитель. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на этот канал. Подписываться на телеграмм Валентина Коновалова. Будет в описании, может посмотреть о результатах работы. Там вроде не стесняется говорить правду. Каждый день почти в стримах. Можно прям вопросы задавать и отвечает. Это, кстати, классно. Ну и еще, да? Просто подумай. Больше 25 миллиардов бюджетного долга досталось. И с таким огромным балластом развивается регион. Вообще удивительно, как это получается. Анам Жахтар.